Шанти-шанти-реф и зима очередной раз близкой. У нас Winter Tracking Tourist. Зимние носки туристические, вроде как по идее. Состав шерсть мериноса, 30% акрил, 20% силтекс, полипропилен, полиамид, лайкер. Посмотрим, посмотрим. Носочки с 30-40% содержанием шерсти, они такой хороший вариант. Не очень сильно убиваются, с одной стороны, а с другой стороны все-таки они тепленькие. Их как бы 100% меринос, но он обычно более тонкий, либо сильно более дорогой. Так, вот, носочек. Вязка здесь, суть всего, даже не одинарная. Описание не смотрел, смотрю носки. Они прикольные, они такие толстые. Вот здесь вот выточка есть, чтобы у нас пальчики нормально гнулось. Цвет зеленый, на любителя, конечно, но зато практичный, когда заговняка идти в каком-нибудь болоте, будет незаметно. И смотрите, чуваки, они у нас махровые. Махра-махра. Круто, махра. Очень приятно все смотрится такое, все мохнатое. Да, вот выточка небольшая, и что пальцы гнулись. Похожие носки у сплава модель DOS, они не самые на свете теплые были, но они без меринос. А с мериносом вот это классный вариант. То есть, в таком можно и ходить гулять, с одной стороны, а с другой стороны, в общем-то, вполне допустимо в нем и спать. Так что эту модель я могу смело рекомендовать. Но смотрите, носки такой толщины, они добавляют по своей сути минимум один размер. Поэтому, если вы брали уже обувь-притык, кардинально обломайтесь. Но, в принципе, для зимы обувь-притык брать нельзя так иначе, чтобы был свободный запас воздуха до теплоты и для носков. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова